Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы продолжим разговор о книге пророка Наума и обратимся ко второй главе. Как и вся книга, вторая глава, собственно, обращена к Ниневии, но вместе с тем это проповедь, которая произносится в Иерусалимском храме, где никакой Ниневии нету и где никакого ассирийского царя в этот момент, конечно же, нету. Поэтому адресат у вдохновенной и поэтичной проповеди пророка Наума двойной. Это с одной стороны Израиль и Иерусалим, которых Бог через пророка призывает перестать бояться. Перестать бояться и действительно радоваться и праздновать о Боге. И второй адресат это Ассирия, о которой Господь говорит, что она погибнет. Она погибнет. И это на самом деле необходимо для, я бы сказал, адекватности иерусалимлян. Для того, чтобы жители Иерусалима во дни царя Иосии, когда это все происходит, могли действительно видеть реальность вокруг себя, такую, какая она есть. И вот поэтому пророк говорит, восстановит Господь величие Иакова, величие Израиля, которых опустошили, а ассирийцы действительно разрушили Северное царство, разрушили Израиль и угнали огромное количество жителей Северного царства в плен. Поэтому в конце предыдущей главы пророк говорил, вот празднуй, Иудея, праздники твои, но и здесь во второй главе и величие Иакова восстановит Господь. И о судьбе ассирийской державы пророк от лица Господня говорит, что решение принято, она еще, так сказать, трепыхается, она еще пытается делать вид, что угрожает всем, и что эта держава сильна, как никогда, но решено, говорит пророк, она будет обнажена и отведена в плен, и рабыни ее будут стонать, потому что Бог наполняет силой и Иудею, и Израиль. И пророк говорит, Ниневия во все времена своего существования была переполнена, богата, как пруд, полный водою. А в этот момент вот теперь они все бегут, они все бегут. Она разграблена, опустошена и разорена. И, в общем, страшно на это смотреть пророку. Он изумляется, как величайшая в сущности такая мощь, которая была только известна. Человечеству обращается в ничто. «Вот я на тебя», говорит Господь Саваоф. И это обращение к Ниневии. «Вот я на тебя». Начиналась книга с того, что Бог есть Бог ревнитель и мститель. Бог не оставляет усилий для того, чтобы восстановить правду. Вот Ниневия, которая уничтожала и угнетала всех, в том числе и Иудею, и Израиль. «Вот я на тебя», говорит Господь. Вот Бог противостает человеческому злу.